Всем привет, друзья! Сегодня у нас четверг, 6 апреля 2023 года, и температура на острове Уайт плюс 19. Опять прекрасный солнечный день. А почему? Я постараюсь вам объяснить, наверное. Потому что 8 и 9, то есть суббота и воскресенье, здесь будут праздновать католики католическую Пасху. Она идёт немного раньше, чем православная. Так, и завтра у нас Good Friday. Называется по-английски Good Friday. Это вообще-то Страстная Пятница. Вот именно завтра в пятницу, 7 апреля, будет Страстная Пятница, и это выходной день. Ну вот, и поэтому очень тёплые солнечные деньки, как обычно, бывает перед Пасхой и в Пасху. Ну, вы же знаете, наверное. И я сегодня перед праздником тоже решила съездить по магазинам, и хочу вам показать, что я там купила, что я там увидела. Ну и вообще, давайте немножко мы побродим. Во-первых, мы пойдём в продуктовый магазин Теско, а во-вторых, я хочу вас отвезти ещё в садовый центр английский. И опять у нас слух прошёл о повышении очень большом. И посмотрите, сегодня обычный день. Люди бегают как оглашенные, и людей полно. Посмотрите, люди такие озабоченные, что-то всё выискивают себе. Вообще, неожиданно для меня я приехала в Теско, как обычно. Я приезжаю раз в неделю. И меня удивило то, что здесь была парковка вся занята. Кто про что, а я цветочки себе ищу, смотрю. Красивенькие здесь. Не очень дорогие, видите. Четыре пункта такие розы. Ну вот, радует одно, хотя бы то, что сейчас уже люди не боятся голода. И знают, что какие бы цены не были, но от голода не умрём. И всё равно, мне странно смотреть, но посмотрите. Может быть, тоже вы уже помните, сколько обычно здесь людей бывает. Но чтобы столько везде. А может быть, это потому, что у нас скоро Иста, завтра Иста-Ив. Это преддверие Пасхи. Может быть, в связи с этим. Я снимаю на свой маленький телефон и даже не достала стабилизатор. Так что, если немножко трясёт, ну, как я говорю, всё, как вы любите. Трясущимися руками. Вот. Английские старички очень любят полуфабрикаты брать. Вот, посмотрите. Сосиски эти все. Для меня, например, эти сосиски, они вообще несъедобные, скажу я вам. Просто несъедобные. И при том, что они... Посмотрите, какой у них вид. Вот. И стоят они довольно дорого. Обратите внимание, помните, я вам показывала, я всегда беру вот эти вот обрезки. И они довольно вкусные. Это свинина копчёная. И посмотрите. Они всегда были за эту упаковку 54 пенса. Теперь они стоят 90 пенсов. Ну, практически в два раза цена поднялась. Вот ещё здесь в Теско неожиданная новость у нас. Здесь был маленький мясной ряд. Мясо на нарезка всякая. Всё это закрыли, посмотрите. Видите? Отдел закрыт. А это рыбный прилавок. Здесь какая-никакая продавалась свежая рыбка на льду. Вот видите, что теперь написано. Вот и всё. Даже то, что скудно-скудно, ещё как-то можно было здесь выбрать. Всё теперь. Никакой свежей рыбы, свежего мяса. Вот такого вот с прилавков нет. Как мне кто-то сказал, что... Ну, а что вы хотели? Лучшие времена закончились. Теперь времена будут всё хуже и хуже для обычных людей. Вот так, друзья. Хотя, конечно, вроде как я не вижу здесь пока... Вот то увеличение цен, которое я показывала до этого, вот оно как бы и сохраняется. Хотя тут напугались всех, что ожидается опять в апреле огромное повышение цен. Но может быть и при нет, а может быть и да, не знаю. Пока нет. Цены поднимаются стабильно, потихонечку. И постоянно. Посмотрите, какая движуха у нас. Я не устаю удивляться. Не перестаю удивляться. Вот так вот. Дай бог, если это у нас из-за того, что... Криэ у нас пасха на носу. Видели, мужчина в маске пошёл. Вот говорят, что опять у нас вернулся ковид. Но в масках стали появляться люди, но немного их. А вот оно, это игристое вино Просека. Помните, я вам про него рассказывала. Просека Брют. 11% алкоголь. И Италия. И видите цену на него. 7,50 по клубной карте, а так 8. Вот такое же Просека, только розовое. Видите? И вот Просека. Просека. Вот ещё здесь маленькие бутылочки. По 300 миллилитров. И одна штучка такая, 5 фунтов. А вот в Испании такие три штучки за 5 фунтов. То есть в три раза дороже здесь у нас в Англии эти все вина. Я не удивлена нисколько. Не знаю, может быть, удивлю кого-то, если так. Я говорю на цены английские. Ну, вот говорю то, что есть. Поэтому Просека я обычно пью. Когда приезжаю в Италию, в Испанию, в Португалию, там вот такая бутылочка Просека 0,75 стоит 1 евро 20 центов. 1 евро 60 центов. Как-то так. Что касается вот этого австралийского вина, красного, Yellow Tail, это жёлтый хвост, видите, кенгуру, то есть это австралийское вино. Вот смотрите, сколько здесь разных у нас сортов. Вот это вот Yami Red Rue, Shiraz, Merlot, Malbik. И вот я никак не могу понять, какое из них самое вкусное. Хотя я не очень хорошо разбираюсь в винах, но я прихожу к выводу, что покупай хоть дорогие бутылки. Вот за 14, за 12, есть даже за 20, видите, вина. Есть 7,50, 6,50, бывает даже 4. Но вот у них у всех такая вот просто отвинчивающаяся крышка. Открываете, отвинчиваете и готова пить. Надо здорово постараться, чтобы найти вот такую бутылку, которая открывается штопором, пробку. Поэтому, знаете, что я скажу вам, что это всё вино. Уже теперь там часть всего настоящего вина виноградного, остальное всякие добавки, концентраты. И просто алкоголь. Ну вот как-то так. Это, может быть, чисто моё мнение. Я его никому не навязываю. Я говорю то, что я сейчас вижу. Что вижу, то пою. Хожу, смотрю цветы. Хочу посадить в любимом гарден-центре. Посмотрите, что меня удивило. Вот такое вот растение. Вдруг неожиданно оказалось, что оно называется паприка. Посмотрите. Паприка ведь, да? И стоит бешеные деньги почти 5 фунтов. А я её видела постоянно в лесу. А здесь вот почти такая же, но написано «Ачилия». Ачилия. Если я правильно читаю. 5,95. Что-то я такого вообще не представляю. И вот ещё, посмотрите. Ой, красиво капельки воды, да? Так ведь для меня это просто клевер, друзья. Вот, а это, оказывается, вы видите, Алчемия. Алчемия. Молис. Сриллер. Сриллер. Ой-ой-ой. Огромный куст красивейшей камелии. Красной. Я сначала вам покажу, какая именно камелия. Вот она. Она разная бывает. Вот такая. И сейчас я вам покажу, сколько она стоит. Вы, по-моему, даже себе не представляете. Вот примерно сейчас, пока я показываю эту красавицу камелию, а вы мне ответьте. Ну вот, сами для себя. Сколько может стоить вот этот огромный куст? Так вот, смотрите. Ни много, ни мало этот огромный куст камелии стоит. Двести девяносто пять фунтов озвучиваю для тех, кто не увидел. Вот здесь еще один огромнейший такой же горшок, но только уже камелия другого цвета. Вот она здесь и розовая почему-то, светло-розовая, и вот такая темно-розовая в одном горшке. Видите, огромный горшок, и вот это именно та, которая такая, знаете, ну вот такая. И тоже стоит двести девяносто пять фунтов. Можете сразу покупать, ставить себе под окно и наслаждаться. А можете посадить малюсенький кустик за пять фунтов и потом ждать лет десять, когда он вырастет вот в такой огромный красивый куст. Вот, видите, маленькая камелия, куст. То, о чем я вам говорю, и стоит такой маленький куст. Посмотрите. Семьдесят фунтов. Вот так вот. Оказывается, за пять фунтов тут такого еще и не купишь. А мне вот почему-то больше нравятся, знаете, вот такие. Не просто лохматые, как вот эти, видите, они просто лохматые. А вот эти, посмотрите, они в такой геометрической красивой форме растут. А цена у них такая же. Нет, даже дешевле немножко. Шестьдесят пять фунтов стоит вот этот цветок. И вот. Малюсенький совсем, смотрите. Ну, в общем, совсем малюсенький. Кустик белый или даже, наверное, кремовый камелий стоит шестьдесят пять фунтов. А это так интересно продается. Водяные растения. Вот они здесь стоят в воде. И стоят довольно дорого. Вот. Двадцать девять пятьдесят. А это еще краше, посмотрите, продается. Водяная лилия. Я называю лилией, она тут как-то по-другому. А, нет. Водяная лилия и название ее. Вон она там. Стоит в воде, видите. Вот так вот. Сколько стоит. Вот ее цена. А вот еще интереснее, посмотрите. Судя по картинке, это обычный камыш. Вот так вот он называется. Дамп граунд. И вот так вот он здесь продается. И стоит этот дамп граунд четыре девяносто пять. Вот такое у меня сегодня для вас видео, друзья мои. Как обычно, напоминаю, пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим видео тех, кому понравился этот обзор. И, пожалуйста, пишите ваши комментарии, расскажите мне, когда будет православная Пасха, как вы к ней готовитесь, какая у вас погода и что вы намерены на Пасху делать. В общем, друзья, я надеюсь, что у вас все хорошо. Я желаю вам всего доброго. Берегите себя, пожалуйста. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok